Всем здравствуйте! В эфире Телегид. Сегодня, как и всегда, только полезная и нужная информация. Оставайтесь с нами. День, когда мы отвечаем, что мы победили всех фашистов. Сережа основу всего шесть, но он не только знает историю своей страны, но и умело управляет самодельной Катюшей. Эту копию знаменитой залповой установки мальчику смастерили родители, специально для участия в параде танчиков и самолетиков. То, что семья проводит время вместе, это очень важно, конечно. Дети приучаются к труду совместному, уважать начинают труд чужой, потому что понимают, насколько это хлопотливо. Но, конечно, самое главное, они больше узнают о празднике, то есть во время того, как мы изготавливаем технику. Чего здесь только не было. И огромные танки, самолеты из колясок, и даже карета скорой помощи с маленькими медсестрами. Родители с гордостью демонстрировали результаты своего труда, а малыши с восторгом растекали по парку Жукова на уменьшенных копьях военной техники. На парад танчиков и самолетиков пришло более 50 семей. Родители по-настоящему постарались и подготовили просто потрясающую военную технику, а некоторые даже костюмы для своих малышей. Из более полусотни гостей около 30 стали участниками парада. Мероприятие, организованное телеканалом «Мой город» и радиостанция «Ретро-ФМ» вызвало бурю эмоций у кемеровчан. Все готовились к параду основательно, а некоторые даже делали танк в настоящем мебельном цеху. Танк вообще модели Т-72, ну не знаю, был задуман изначально по картинке, потом он перерос в танк Т-78. Ну вот пока так собирал у нас человека четыре, его помогали делать. Ну в неделю мы уложились где-то. Вот так целые семьи мастерили копии военной техники, а заодно и получали новые знания о героическом подвиге, который совершили ветераны. Парад танчиков и самолетиков от телеканала «Мой город» стал кульминацией череды мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. Мы не думали, что такой ажиотаж будет. Мы совместно с телеканалом «Мой город» организовали данную акцию, и огромное количество заявок уже продемонстрировало нам, что люди не только любят этот праздник, но и готовы собственными руками соорудить просто шедевры искусства, на мой взгляд. Каждый шедевр внимательно оценивало экспертное жюри. Перед ним стояла нелегкая задача – выбрать победителя. Кстати, главный приз – подарочный сертификат – предоставила компания «Большой праздник». Именно они готовы сделать ярким любое торжество. Поэтому, кроме фейервертов и пиротехники, компания предлагает велосипеды фирмы «Корта» на любой вкус. Двухколесных друзей можно купить и даже взять на прокат. В компании уверены, День Победы – по-настоящему большой праздник. Времени прошло много уже за Дня Победы. Детям, молодому поколению надо как бы сопередавать всю эту историю и рассказывать, чтобы они как бы прониклись этим всем. И они прониклись. Военные песники мировчане пели большим дружным хором. В очередной раз доказывая, что память о великом подвиге живет у каждого в сердце. Совсем скоро всех любителей драйва и адреналина ожидает большой сюрприз. В мае в Кемерово состоится официальное открытие настоящего стрелкового клуба. Нетерпеливые участницы конкурса «Красат и медиа» «Краса-2016» стали первыми посетительницами и получили незабываемые эмоции. Ощутить силу и представить себя не больше, не меньше голливудской актрисой. Например, девушкой Джеймса Бонда. Из реквизита только пистолеты. И это не бутафория, а настоящее оружие. Финалистки конкурса «Медиа-краса-2016» одна за одной делают свои первые выстрелы. Стрельба здесь не просто умение сбивать мишени. Это целая философия и военно-прикладной вид спорта. Впервые в Кемеровском стрелковом клубе этому будут учить всех желающих. Полученные знания особенно пригодятся юношам. С такими навыками проще будет в армии. Впрочем, полезное занятие и для прекрасной половины человечества. Тир, в принципе, нужен для того, чтобы, мне кажется, выплеснуть свои эмоции. Какая-то разрядка. То есть, ну, ты в обычной жизни ходишь, тебе кто-то раздражает. Работа там, учеба. Ты вот ходишь, тихо ненавидишь. Можно даже сказать так. А тут ты пришел, у тебя есть перед тобой мишень. И вот уже хрупкие женские руки уверенно вставляют в магазин. А через минуту раздаются громкие выстрелы. Каждая выпущенная пуля попадает точно в цель. Участницы конкурса «Медиакраса-2016» первыми удостоились чести посетить Кемеровский стрелковый клуб. Будем растить, блин, заинтересованность не только в самой стрельбе, но и в виде спорта. Потому что нам нужны люди, которые будут заниматься, с которыми мы будем расти вместе, с которыми будем делать чемпионов. Трофим Чупин – профессиональный инструктор. За несколько минут увлек красоток мужским видом спорта. Кроме практики, конечно, небольшой курс теории. Ведь спортивное оружие значительно тяжелее боевого. За счет веса удается компенсировать отдачу. Есть еще масса тонкостей, которые нужно учесть для удачного выстрела. Ножки не вместе поставьте, а так, чтобы было комфортно стоять. Так мне было так комфортно. Отдача будет вас шатать назад. Сам вид спорта «Стрельба» подразумевает расслабление адреналина, энергии, что ли. Безопасно для человека русло, для общества русло окружающее. То же самое относится, как у нас на аэродроме «Танай» стоит стрельба стендовая, это под варелочком всем известно, да, и люди приезжают с большим удовольствием стрелять. Так и здесь, собственно. Кемеровский стрелковый клуб будет работать в рамках Федерации практической стрельбы России. Находится он на территории Старого аэродрома. Первые выстрелы можно будет делать, начиная с 9 утра. А закрываться клуб будет после последнего клиента, чтобы каждый кемеровчанин мог полюбить этот вид спорта или просто избавиться от негативных эмоций. Напоминаю, Кемеровский стрелковый клуб «Мартимьянова-85» – территория Старого аэродрома. Вот и наступила долгожданная весна. Прогулки по парку, выходные на природе и любимые дачи. Однако прежде чем насладиться загородным отдыхом, позаботьтесь о своей безопасности. Как только земля слегка прогревается, от зимней спячки просыпаются маленькие, но такие опасные клещи. Специалисты утверждают, что именно в апреле и мае наблюдается их наибольшая активность. Как защитить себя и своих близких от укусов? Вовремя провести на своем участке окорицидную обработку. Самостоятельно не справиться. Здесь необходим комплексный подход. Профессиональные препараты, современное оборудование и опыт. Как у компании «ДЭС-Сервис». Их специалисты разработали действенные методы борьбы с паукообразными и успешно применяют их на практике уже более пяти лет на территории всей области. Обработка дачных участков от клещей, уничтожение комаров, муравьев и крыс. Без их услуг не обойтись владельцам баз отдыха и загородных участков. Все необходимые сертификаты в наличии. Залог безопасности вашего здоровья и незабываемого летнего отдыха на свежем воздухе – своевременное проведение комплексной окорицидной обработки на своем земельном участке. Компания «ДЭС-Сервис». Город Кемерово, улица 50 Лет Октября, 12А, офис 208. И город Ленинск-Кузнецкий, улица Пушкина, 14. Телефон 8901-616-2585. 654430. Журнал «Инсайт» выступил глянцевым партнером мероприятия «Кассио-Вотч-Фактори», которое прошло на закрытии горнолыжного сезона в Шерегеше на горе «Зеленое». А как это было, смотрите в следующем сюжете. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! На сегодня это все. С вами был Телегид. Самая познавательная и полезная программа для всей семьи. Если вы хотите, чтобы о ваших товарах или услугах узнал весь город, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. И помните, у нас только проверена информация. На этом у меня все. Удачных вам покупок! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!